сегодня мы с дочкой решили посетить место которое местные жители называют три вершины пикуги это три холма к западу от города порыч на языке археологов эти холмы значатся как пикуги 1 2 3 холмы у которой кстати нет отдельного имени примерно равны по размерам и самые большие из них едва превышает сотню метров но мало кто на туристических картах дает их название а мировое значение этих холмов известно лишь небольшому числу специалистов в основном археологов тем не менее у всех этих холмов есть нечто общее их вершины воплощены что издалека может быть признанным местом существования доисторического городища или замка так или иначе списке пореченских достопримечательностей пикуги стоят в одном ряду с базилика святого евразия и значится как мегалиты тем не менее туристы которые захажут в эти места склонны верить что на вершины холмов сохранились остатки древних укреплений и действительно если рассматривать снимки с воздуха или по крайней мере по гугл карте то мы видим несколько лет с каменной складки так ли это мы постараемся сегодня разобраться пока что ничего да пока еще не видно не мегалитических сооружений не змеи не ящериц не черепах но зато дебри такие очень плохо проходим мы идем дальше да я не так это летущие мышки думаешь уже они могли вылетать я видела только что там что так стоял а а а а а а а а Эзотерически настроенные туристы И любители альтернативной истории Видят в Пикуге не древние руины крепостей А пирамиды И находят аргумент Расположение этих трех холмов Которые якобы слегка отклоняются От строго прямолинейного расстояния Идентичного расположению звезд В созвездии Ориона Имеется в виду поезд В созвездии Ориона Этому расположению следовали Египетские и Южноамериканские пирамиды И многие другие древние постройки Но это уже уходит За рамки нашего сегодняшнего исследования Еще сто лет назад Местные жители тут посля овец Видите эту каменную кладку Это не остатки древнего городища А развалившаяся ограда Пастушевских угодий Сто лет назад тут еще можно было Вести раскопки Но сегодня Пикуги заброшены Тут все поросло лесом И растительность мешает не только обзору Но и легкой экскурсии по этим древним местам Тут летучие мышки Пикуги более систематически исследовались австро-венгерский период И тогда на этом месте был раскопан настоящий археологический клад На очень небольшой территории между двумя холмами И у подножия третьего Австро-венгерские, а затем итальянские археологи Раскопали более 700 могил Многие находки из этого района Были принесены в музеи местными жителями Которые часто повторяли Что даже неглубокая спашка Принесет на поверхность склиненную посуду Мечи, шлемы, металлические фибулы С подвесками в виде животных Или другие предметы Это странное растение называется Арум италикум Или ароник итальянский Его листья уже опали Остался только ствол с семенами Несмотря на то, что некоторые птицы Особенно дрозды Любят полакомиться ягодами ароника итальянского Их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу людям Поскольку они содержат в себе ядовитое вещество Оксалат кальция Ну вон там еще одна такая растет Вот это Можешь это взять? Вот мы тут обнаружили колорную муравьев На тебя залазь Да то скинь ты его Убери Не бойся Да, это вот колония муравьев Большие такие здоровые муравьев Надо же Что у тебя такое на сумке? На сумке? Сегодня на вершину холмов нет ни дороги Ни даже тропы Люди сюда не ходят Мы будем пробираться прямиком через лес Папа Да нет никакой смей Нету смей Ну и хорошо Так только лучше для нас Зато тут дебри такие Это же непонятно Можно тут пройти или нет Я не могу дальше идти Мама Я не могу дальше идти Идем сюда ко мне Не бойся Не могу Не можешь пройти? Угу Ну давай я тебе Пронесу Мы преодолели первые мегалитические препятствия Ну-ка покажи Что мы нашли Покажи Что это? Это Змеиная шкура Это змеиная шкура Да Ну вот Когда змеи линеют Они сбрасывают старую шкуру Или кожу Да А потом появляется такая новая А? Угу Ну вот они Мегалитические сооружения Вот они Прям тут Уже мы В принципе добрались Не бойся Пойдем Это колец Ага Так Тут везде Колючки растут Вот они Например Колючки И вот они Ага Ну здесь засушили Часто растут колючки Ну пойдем Какая я голодненькая Папа О Давай тут покушаем А? Покушать Ну давай Идем сюда Вот мы уже почти пришли Вот сейчас надо Забраться на самый верх И там отдохнем Папа Интересно что среди жителей деревни Непосредственной близости от Пикуги Сложилась легенда О золотом тельце Который был похоронен Где-то в этих холмах И до сих пор Его никто не нашел Но легенда Не сохранила Никаких указаний На то Чей это золотой теленок Кто его там закопал И зачем Все эти находки Найдены на Пикуге Доказывают Что данные холмы Были важнейшей Городской агломерацией Хистры Восьмых-шестых веках До нашей эры Кем были древние истрийцы Посей день так и неизвестно Ибо за это время Через Истрию Прошло несколько десятков народов Режимов И цивилизаций Сегодня этот древний народ Лучше всего известен Нам по произведениям Латинских писателей И их в описаниями Героического эпоса Последней римско-истрийской войны 178 по 177 годах До нашей эры Во время осады Несактя Индосархи, Истрицев и Полон Вместе с семьей Большинством товарищей Предпочтел умереть Бросившись со стен Несактя Нежели попасть живым В римское рабство Известно, что на протяжении 600-800 лет До начала римских вторжений Истрийцы контролировали Большую часть Восточного побережья Адриатики Строили хорошие корабли Возделывали землю Торговали с соседями Поклонялись змеям и солнцу Ну и занимались Конечно же пиратством Своих умерших Они сжигали И хоронили в урнах В отличие от своих предшественников Жителей Мордоля Укладывавших умерших В могилы В скорченном положении Многое было исследовано О хистрицах Многое было раскопано И многое было написано Но слишком фрагментарно Нигде ни в одной книге Не найдете ответов На все вопросы О том, кем были Древние хистрицы И что они нам оставили Некоторые оптимистичные историки Склонны думать Что легендарная Северная столица Истрии До вторжения Рима Находилась в Пикуге Историки предполагают Что весь народ Истрии мог Насчитывать От 10 до 20 тысяч человек В римские времена Говорили Что римская колония Пула и Порич В месте Которая была тогда Истрии Насчитывали 30 тысяч жителей Возможно Половина из них Жила в Пикуге И ближайших окрестностях Однако Пикуге Никто не копал Десятилетиями Да и находки Составляют в основном Подгребальные подношения И случайные находки Местных фермеров Следов Каких-либо Древних строений В Пикуге Пока обнаружено не было К тому же Находки Датируются Восьмым Шестым веками До нашей эры То есть Несколько столетий До войны с Римом Так что Связь Пикуге С легендарной Северной столицей Истрии Найти подтверждение Конечно Такое большое количество Могил И такое большое количество Необычных Находок В одном месте В нормальном Обществе Было бы Вызовом Для археологов И с потенциалом Для десятилетий Исследований Не говоря уже О феноменальных Маркетинговых Возможностях Которые исследования Могли бы Охватить Учитывая близость Одного из сильнейших Туристических Центров Средиземноморья Однако В Хорватии Это невозможно Как говорится Не хватает Финансов И потом Начать копать На сто лет Раньше Или позже Это ничего Не значит Для археологии Папа О, что говоришь Каждый Сюда полез Я там Так прошел Кругом В общем Никаких следов Древних сооружений Мы на Пикуге Не нашли То, что мы видели Всего лишь Выход горной породы Такие структуры Часто наблюдаются На вершинах холмов Когда дожди И эрозия Смывают почву С горной макушки Обнажая плоские террасы Необученный человек может принять их за древнюю каменную кладку Впрочем Оптимистичные любители истории Считают Что римляне были настолько обозлены На древних истрийцев Что до основания Разрушили их святилище А камни от построек Разбросали по окрестностям Странно Что римляне Хоть и разрушили Несактюм Но тем не менее Римляне оттуда не ушли И жили там Еще несколько столетий Руины Несактюма Можно видеть И по сей день Он находится Недалеко от города Пула А вот следов Какого-либо городища На Пикуге Беглым взглядом Не видать Я думаю Это тоже Папа Папа Я не один раз прошла Нет, я прошла Нет сомнений в том Что Пикуги Имели сакральное значение Для древних истрийцев Но то Что они селились На вершинах этих холмов Возводя Мегалистические сооружения Скорее всего Местная байка Которая сложилась Из желания Видеть в обычной горной породе Рукотворную Каменную кладку Видите это Нагромождение камней Они хоть и выглядят Древними Но это всего лишь Ограда для овец Жили ее Когда холм был еще Лишен Густой лесистой растительности Сегодня на этих холмах Никто больше овец не пасет Вот например Камень с углублением Здесь тоже можно гадать Это углубление Оставлено природой Или в свое время Ее выдалбливали люди Смотри Что тут лежит Ух ты Ага Тоже такие улитки Обитаем Давай Взять Ну давай Трофеи еще Эту Папа О Хорошо Мы не нашли Никакую Смей Ничего Может еще Вживую увидим Пойдем Ой Она за нами Не будет бежать Мы с тобой Убежим быстрее Ну пошли Давай Прощаемся С мегалитическими Сооружениями Пока Да И мы пойдем Уже обратный путь Продолжение следует